Кач-кач, кач-кач, раз-два. Задорный смех и море счастья. Детский сад номер 73 принимает первых малышей. На детской площадке песочницы, уютные беседки, мыльные пузыри и игрушки. Внутри помещения также созданы комфортные условия. Одна из комнат – кабинет юного россиянина. Здесь ребятам рассказывают о том, как важно быть толерантным, воспитывают патриотизм с малых лет. Мы всем довольны. Прекрасное здание, чудесное оборудование для того, чтобы развиваться творчески педагогам, для того, чтобы создавать ту необходимую среду, которую необходимо создавать для наших деток. Всем рады, ждем и надеемся, что всем деткам будет здесь очень комфортно, и педагогам в том числе. Это что немаловажно. В саду своя изюминка. Каждой группе дано индивидуальное название в цветочной тематике. Дошкольное учреждение, рассчитанное на 300 детей, уже приняли 236. В сад набирают малышей от полутора лет. Как отмечают в правительстве региона, важно, чтобы дети чувствовали себя здесь комфортно. Самое главное – доступность для детей для получения в садике и в школе, соответственно, того, что они должны получать от наших педагогов, конечно, будем повышать и дальше, конечно же, улучшая и условия. Потому что видно, что в садике новые, современные, оснащены абсолютно всем. Но самое главное – надеюсь, педагоги создадут соответствующую атмосферу. Для того, чтобы разгрузить этот район, идет ремонт в одном из садов на улице Чкалова. Администрация Оренбурга заверяет – работать еще есть над чем, но процесс уже запущен. Детский сад был давно закрыт. Там были некоторые вопросы, связанные с аварийностью. Именно, кстати, по инициативе Дениса Владимировича была сделана вся необходимая подготовка, связанная с проектом, с капитальным ремонтом. И сейчас, и они же средства правительством выделены, и детский сад сейчас уже, в общем-то, в разгаре, скажем так, всех основных работ. После ремонта сад сможет принять порядка 300 детей, пока о точных сроках сдачи объекта в мэрии не сообщают. Алена Круглова, Игорь Бероев. Новости дня. Алена Круглова, Игорь Бероев. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова